Данные владельцев банковских карт в Казахстане могут оказаться под угрозой. Все подробности в нашем экономическом обзоре сегодня подготовила Жанна Аман. Добрый вечер, Марат. Да, действительно, специалисты выявили опасную программу в лаборатории Касперского, в частности. Уже известно, сколько компаний в Казахстане пострадали. Сегодня в экономическом обзоре о том, как обезопасить себя от вируса, а еще о том, почему в стране вдруг резко ухудшилось качество банковских кредитов. Национальный банк Казахстана готов потратить почти половину триллиона тенге на оздоровление банковского сектора. Как сообщил сегодня заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков, первый транш будет выделен уже в середине августа. Правда, не оглашается пока, каким именно банкам дадут деньги. Сейчас идет проработка персонально с каждым из 15 банков, которые имеют капитал не менее 45 миллиардов тенге. Это главное условие участия в программе. Деньги Национальный банк даст в долг из своего бюджета и без процентов. Программа оздоровления банков второго уровня рассчитана на 15 лет. Но, как подчеркнули в Нацбанке, первые пять лет будут ключевыми. В это время банки смогут поправить финансовое положение. Кстати, ухудшилось оно в первую очередь из-за невозвращенных кредитов. Мы предполагаем, что в рамках реализации программы собственный капитал банков увеличится более чем на 1 триллион тенге. Соответственно, банки смогут сократить размер неработающих займов на аналогичную сумму. Кроме того, в рамках программы предполагается увеличение кредитования в приоритетных отраслях экономики на сумму не менее чем 300 миллиардов тенге ежегодно. Ну и, собственно, о самих неработающих займах. По данным Raking KZ, объем просроченных кредитов в Казахстане в мае вырос на 39% и составил 1,7 триллиона тенге. Это максимальный месячный рост за всю историю наблюдений с 2008 года. На содержание кредитного портфеля отразилось признание практически 98% займов на балансе Delta Bank некачественными. Мы, в принципе, в статистике тоже отмечаем, что у нас идет рост некоторых займов с просрочкой свыше 90 дней. То есть, если он, по-моему, по состоянию на 1 мая был около 8%, то сейчас он порядка 11%. Но мы с вами говорим всегда, что есть еще займы не только свыше 90 дней, но и займы с просрочкой, наверное, даже на один день. То есть, такая статистика тоже Национальным банком приводится. То есть, да, данная цифра, она где-то порядка 17-18% в целом с просрочкой. Но вот в то же время в Казахстане оживился рынок жилья. Увеличилось количество сделок купли-продажи. По данным Министерства национальной экономики, с января по июнь казахстанцы совершили 111 тысяч сделок. В мае продажа и покупка недвижимости больше всего интересовала жителей Жамбылской области. А вот в июне рост зафиксирован в Астане. По словам риэлторов, активность на рынке связана со снижением стоимости квадратного метра застройщиками. Их, к примеру, естественно, пришлось последовать и продавцам вторички. Сказался также запущенный процесс дедоларизации. Сегодня средняя цена на квадратный метр бизнес-класса в столице закрепилась на отметке 300-350 тысяч тенге. И о кибератаках. На этот раз это вирус, похищающий данные с банковских карт. Троянская программа «Нейтрино» заражает посттерминалы и с успехом обходит банковскую защиту. Потери зафиксированы в России, Украине и Казахстане. Об этом сообщает лаборатория Касперского, которая и выявила зловредную программу. Вирус считывает данные с банковских карт при расчете через платежные терминалы. Сначала программа взламывает защиту и только через некоторое время снимает деньги с карты. Четверть всех атак на корпоративные системы зафиксированы в России. И, как сообщил нам собеседник из лаборатории Касперского, уже известно, сколько пользователей пострадали от кибератаки и в Казахстане. По самым свежим данным, в мире сейчас заражено более полутора тысяч пользователей. И Казахстан входит в первую пятерку. Здесь более 70 компаний уже пострадали от действия этого главаря. Спасибо, Жанна. А мы продолжим дальше.